Добрый вечер. Я Максим. В эфире. Программа. День. Люди. События. Сегодня выпуск о событии 2 октября. Телепрограмма «Взгляд» появилась в телевизионном эфире 2 октября 1987 года. Основателей было несколько, Анатолий Малкин, Анатолий Лысенко и молодежь, пришедшая с радиостанции «Голос России», вещавшей на зарубежную аудиторию, Александр Любимов, Владислав Листьев, Александр Политковский. За время существования программы в кресле ведущего побывали многие ныне известные лица – Константин Эрнст, Иван Демидов, Елена Масюк, Елена Ханга, бизнесмен Владимир Довгань и другие. Впервые на российском телевидении именно во «Взгляде» состоялся первый эфир Виктора Цоя и группы кино. После этого рок-музыканты были здесь частыми гостями. В 1990 году «Взгляд» по политическим соображениям закрыли, а в 1991-м было зарегистрировано АО «Взгляд» из-под поля. Программу распространяли на видеокассетах. Возрождение «Взгляда» произошло в августе 1991 года, когда 23 августа вышел специальный выпуск, посвященный попытке государственного переворота. А 25 августа в последнем выпуске «Взгляда» президент СССР Михаил Горбачев передал в эфир кассету с обращением к советскому народу, сделанном на даче в Форосе. В том же 1991 году образовалась АО «Продюсерская телекомпания ВИД». В числе первых акционеров ВИД, кроме ведущих, оказались супруга Листьева Альбина Назимова и его сын Александр. В 1992 году ВИД выпускает сразу три проекта, тему с Владиславом Листьевым, политбюро с Александром Политковским и Красный квадрат с Александром Любимовым. В обновленном виде «Взгляд» вышел в эфир 27 мая 1994 года. 1 марта 1995 года в подъезде своего дома Владислав Листьев был убит. Тогда же на экраны выходит еще один проект «Вид минус один на один», продолжающий взглядовские традиции. Аудитория программы, и без того большая, увеличивается после поединка с апельсиновым соком между Жириновским и Немцовым. Этот эпизод транслировали более ста телекомпаний мира. В августе 1997 года корреспонденты «Взгляда» Ильяс Богатырев и Владислав Черняев первыми из телевизионщиков становятся заложниками чеченских боевиков. Окончательно «Взгляд» прекратил свое существование в 2001 году. Его последними ведущими были Александр Любимов и Сергей Бодров-младший. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.